Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и как многим из вас известно, буквально через пару часов будет дан старт событию осенний парад. В процессе данного события мы будем собирать с вами вот такие вот тыквенные пончики и за эти тыквенные пончики будем забирать награды. В том числе сможем забрать себе Т23Е3, премиумную семерку, довольно-таки прикольная машина, я считаю мастхев в ангаре каждого начинающего танкиста, особенно принимая во внимание, что данную тачку можно будет забрать себе абсолютно бесплатно. Что касается игрового события, то безусловно видео выйдет на канале, как только игровое событие стартанет, разберем с вами, что необходимо делать, сколько побед необходимо будет получить, насколько сильно надо будет стараться каждый день и насколько реально Т23Е3 забрать абсолютно бесплатно, ничего никуда не доплачивая. Ну а в данном видео, ребят, обсудим сам Т23Е3 и поговорим с вами о том, а стоит ли, стоит ли потеть ради того, чтобы эту машину заиметь. Не знаем, насколько потеть в принципе придется, но вообще сам факт того, что поиграть нужно будет, нами так известен. Что касается Т23Е3, здесь очень хорошее время сведения, прикольный разброс, довольно крутой ДПМ для седьмого уровня в 2800 единиц. И это, ребят, благодаря тому, что время перезарядки просто сокрушительно крутое, 3,4 секунды. Грубо говоря, через каждые 3,5 секунды вы выплевываете всего лишь 160 единиц альфы, но эти всего лишь 160 единиц альфы выглядят как пулемет, который не дает спокойствия вашим соперникам. Что касается бронепробития, то вполне себе достаточное для седьмого уровня, понятное дело, что очень сложно играется против восьмерок, особенно хорошо забронированных. Угол склонения орудия, на удивление, не очень хороший, минус 6, но по большому счету, если нормально к этому делу привыкнуть, то мешать вам играть однозначно не будет. Что касается честного обзора на данную тачку, то он уже есть на канале, будет добавлена ссылочка в описании, заходите, посмотрите. Я думаю, вы все поймете, что это за машина, чего она стоит, ну и плюс к тому там будет сравнение с другими тачками на уровне. А пока просто берем машину и отправляемся в первый попавшийся бой. Итак, друзья мои, поехали. Честно говоря, подобные видео снимать очень сложно, но не в смысле самого процесса технического, что там кнопку нажал записи, да играй себе в удовольствие. Сложно высказываться по поводу танка тогда, когда его предлагают бесплатно. Я к чему говорю, что даже если какой-нибудь будет ивент, в котором можно будет забрать себе машину, которая вообще признана самым говническим танком в нашей игре, то все равно она хороша. Ну почему? Да потому что она бесплатная. Это в принципе понятно и навряд ли кто-то будет с этим спорить. Что касается данной машины, то я в свое время покупал ее за голду. Покупал ее тогда, когда мне разработчики предоставили такую возможность сделать это со скидкой. Машиной обладаю уже долгое время и мне эта машина продолжает нравиться. Я порой выкатываю ее из ангара чисто ради фана, чисто ради того, чтобы получить удовлетворение от боя, повеселиться, очень быстро и очень часто пострелять. Используя довольно-таки прикольное орудие, на котором приятно играть не только на ближних расстояниях, но и на дальних в том числе. Стоит отметить, что машина не очень живучая, поэтому будьте готовы к тому, что вас довольно часто будут разбирать. И все-таки машина далеко не без минусов. Но основной ее плюс, ребят, это бешеная скорострельность, это возможность нормально передвигаться комфортно по карте, это возможность быть полезным, это возможность отстреливать через каждые 3,5 секунды, ну и просто-таки разносить в щепки своих соперников. Понятное дело, что желательно на любом танке в нашей игре играть не самостоятельно, играть вместе с командой. И эта машина не является исключением из данного списка. Да, в принципе, этот список не терпит каких-либо исключений. Но в любом случае, данная машина, благодаря своей скорострельности и очень бодрому ДПМу, может постоять за себя, даже в случае, если вы столкнулись, скажем так, со своим соперником один на один и вам некому помочь. Вы перезаряжаетесь гораздо быстрее, чем многие другие. Вот сейчас не знаю, честно говоря, что делать. Наверное, попытаюсь все-таки по живому, нормально ездящему отработать, просто для того, чтобы помочь нашим союзникам. И вот я в очередной раз перезарядился и продолжаю свое триумфальное расстреливание соперником. Что касается бронепробития. Как я говорил, бронепробитие не фонтан. То есть нельзя сказать, что это прям уникально крутая пушка в отношении пробоя. Но в целом, играя против семерок вам достаточно. Играя против шестерок вам достаточно с очень большим запасом. Играя против восьмерок придется периодически заряжать голду. Ну и тогда, соответственно, можете смело рассчитывать на то, что вам большого количества серебра за бой вывозить вы не будете. Но в то же время... Ой, блин, как косануло сейчас. Но в то же время, ребят, стоит понимать, что все-таки это и не фармер. Это машина седьмого левела. И рассчитывать на то, что она прям будет приносить вам горы серебра. Но это глупо. Так или иначе, по результатам данного боя мы сделали два фрага. Мы умудрились выжить, но только потому, что не лезли на рожон в конце, когда мы остались с вами, ребят, шотные. Мы довольно-таки часто стреляли. Да, пускай не настолько точно, как мне хотелось бы. И этому я очень сильно удивлен. Потому что в большинстве своем, играя на данной машине, я никогда не страдал от того, что на средних или на дальних расстояниях мои снаряды улетали черт знает куда. Ну, вот такой вот парадокс. 1570 единиц урона не является для данной машины каким-то запредельным количеством урона, который можно набросать. В то же время, эта машина позволяет вам вывозить в спокойных нормальных боях где-то в районе 2000 урона. 2-2-300. Но в то же время, ребят, стоит отметить, что спокойных боев на ней не бывает. Уж больно она подстегивает к тому, чтобы ехать вперед и разбивать всем лица. Что касается того, что можно вывозить в виде серебра. Ну, как вы видите, если бы был прем-аккаунт, то было бы 75500. Без прем-аккаунта 58, грубо говоря. Но стоит отметить, что у меня были активированы бустеры кредитов. Если вы возьмете в руки калькулятор и посчитаете, то в целом поймете, что где-то в районе 30-35 тысяч за вот подобные бои сможете забирать. Что могу сказать от себя? Ну, во-первых, я не буду сейчас делать еще дополнительных каких-то боев на данной тачке. Потому что, я думаю, каждый из вас и так понял, на что машина потенциально способна. Мне вон даже... А, это не мне. Мне диск за что ставить? Я красавчик в этом бою. Испугался. Думал, что это мне дизлайк прилетел. Кому-то прям совсем не имется. Нет, мне диск тоже все-таки поставили. Ребят, я хочу отвлечься на секунду, посмотреть, кто этот засранец. А, не, ну понятное дело. Тебя ж, блин, тебя ж, блин, разбили. Поэтому ты весь такой, я тебе уточку отправлю. Хоть ты и засранец, но ругаться я с тобой не буду. Короче говоря, ребят, что могу сказать? Могу сказать следующее. Этот танк шикарен. Он шикарен, потому что он достанется вам, скорее всего, абсолютно бесплатно. Так или иначе, те ребята, которые не имеют возможности приобрести себе более качественную, более годную премиумную машину для фарма серебра, они будут довольствоваться этим. И что самое интересное, что довольствоваться они будут не со скрипом зубов, а реально довольствоваться и получать достаточное количество дополнительного серебра себе в копилку, абсолютно бесплатно, не вкладывая голду в какую-то другую премиумную тачку. Стоит также отметить, что вы не будете уныло ездить по карте, вы не будете жевать сопли, вы будете получать удовлетворение от боев, если вы научитесь играть на скорострельных орудиях. Также, ребят, стоит отметить, что те, у кого уже есть в ангаре Т23Е3, как, допустим, у меня он во всех моих аккаунтах, получат компенсацию за него 2500 золотом, что я тоже считаю довольно-таки неплохой прибавкой к жалованию, но и, соответственно, неплохим пополнением золотой копилочки. Вот такой вот он Т23Е3, и возможность его забрать появится у вас буквально через пару часов. Ну а если вы хотите не пропустить информацию в отношении того, как мы с вами будем проходить данный ивент, чего вам необходимо будет делать в этом ивенте, ну и, соответственно, насколько реально данную машину забрать абсолютно бесплатно, то обязательно подписывайтесь на канал прямо сейчас и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить соответствующие уведомления. Ну и если вам несложно, прожмите, пожалуйста, свой царский лайк данному видео, для того, чтобы поддержать меня и, соответственно, поддержать развитие канала, потому что это популяризирует видео на платформе. Спасибо вам большое за просмотр, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.